добрый день мои уважаемые друзья друзья я вам уже показывала видео как я переделывала ну вернее не переделывала а просто скажем так меняла цвет у своих шкафчиков для цветов и в общем полочки сегодня друзья хочу показать что я хочу сделать со своей казачкой вот она как видите вся обшарпанная старенькая хочу сказать что внутри казачки я менять ничего не буду как видите там темненько это все полирует дерево но менять я ничего внутри не буду потому что ну это сильно как говорится ну не нужно мне внутри все менять я хочу поменять вот наружная цвет потому что как видите она все такое не очень привлекательное да вот вот эти ручки я уже выкрутила как видите вот здесь вот на этих полочках выкрутила вот эти не могу никак открутить они где-то там внутри вот я взяла вот такую отверточку ну и и ею ничего не могу сделать похоже она не подходит ну не знаю может быть цен потом поможет хотя вот она мне конечно будет мешать клеить ну я пока наверное подожду не буду их трогать сейчас вот начну клеить вот это все что откручено вот и внутри вот это тоже хочу внутри там поклеить потому что сильно уж темно там 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 не зеркалаш нет ничего просто поклею чтобы было светленько и тут внутри и конечно вот переделаю все остальные вот эту сейчас попробую еще листья откручу так и ручки я поменяла купила хочу поменять ручки ну короче говоря начну что значит друзья я решила здесь у меня желтый цвет у меня есть еще желтый цвет но я наверное не буду делать желтого цвета я более светлый сделаю сделаю белого я купила вот такую пленку белую тоже блестящая чтобы она я еще раз кто не знает первое видео кто не видел скажу для того чтобы в моей комнате было светло я решила поменять из-за этого цвет цвет и шкафчиков хотя мне меня вернее эти этажеры хоть они у меня были новые совершенно этажерки вот но из-за того что в комнате цветы и очень темно особенно зимой летом хорошо светло здесь потому что у меня юго-восточная сторона но все равно зимой очень темно комнатка как видите длинная и окно одно да еще и форточка она все равно затеняет более или менее вот и поэтому мне надо поменять цвет чтобы здесь было светло из-за этого я решила в светлый цвет и казачку обклеить красить я не хочу я просто поклею самоклейку и все поменяю ручки вот потому что ну смысла нет что я буду красть чтобы покрасить надо все это ободрать всю лакировку а у меня сами понимаете это это долго и да и ни к чему мне это зачем ну господи кто тут ко мне это я лично для себя делаю чтобы я как говорится была в светлой комнате ну ладно короче говоря хватит разговоров все я убрала чтобы мне не мешало здесь с этой полочки там и внутри просто вытерла пыль ничего не трогала просто вытерла пыль поставила все на место здесь я хорошо с порошком вы мало вот это дело вот тут было наклейки наклеена что-то там клей я ободрала так здесь вот тоже ободрала чтобы ничего не мешало и сейчас я начну клеить клеить я начну сверху значит ну вот хочу показать вам вот как видите сейчас вот такой шкаф я не буду показывать как я это буду делать я думаю этого мне интересно каждый знает как клеить самоклейкой все это дело это очень долго очень коропотливо скажем так потому что самоклейка это такое дело что нужно аккуратно все чтоб не было пузырей и показывать мне здесь негде просто напросто я просто хочу показать посмотрите вот какой шкаф у меня сейчас казачка шкаф казачка у меня вот обратите внимание ну и потом я вам покажу что получится когда я все сделаю может быть там в процессе работы что-то я буду показывать как я делаю вот как допустим ручки там какие и все остальное ну что посчитаю необходимым вот друзья я начинаю свою работу вам если интересно увидеть что у меня получится оставайтесь на канале вас это долго не задержит я думаю вот вы увидите что получилось из вот этого шкафчики ну что друзья не зря говорят если долго мучиться что-нибудь получится вот без без всех помощников сама открутила я ручки везде как видите теперь мне будет хорошо клеить без всяких проблем ну что приступаю я к поклейке друзья мои друзья мои ну вот посмотрите как теперь смотрится вниз казачки да вот можно сказать половина я уже оклеила но вся беда в том что да вот я же говорила что я ручки выкрутила но дело в том что у меня сейчас такие ручки которые надо просверливать а нет у меня шуруповерта у дочки остался на дому ну кто его знает может завтра привезет вот друзья вот так вот получается шкафчик вот как сделаю все покажу друзья мои весь верх шкафчика я уже оклеила даже прикрутила ручки очень просто делается в эти же дырочки какие были посмотрите какая красота теперь фокуса нет вот таким образом вот таким образом я уже оклеила это только что касается верха да кстати говоря дверки друзья я клеила с обоих сторон и внутри кстати говоря тоже вот так обе обе дверки оклеены и снутри и снаружи вот этим почему потому что в зеркало как вам показать в зеркало видно ту сторону двери поэтому мне пришлось оклеить ее что теперь буду делать дальше друзья ну во первых мне нужно оклеить вот эти серединку всю вот эту вот эти вот коробки скажем так или как это нише нише вот эти ниши две вот эту и вот эту нижнюю я тоже оклею я сначала думала оклеить белым чей желтым цветом но знаете передумала я оклею желтым только вот эту часть вот эту часть так как она здесь видите тоже другая ну и там внизу тоже ну вот сейчас стекло уберу и вот оклею ее ну а дальше покажу что буду делать друзья мои я уже полностью оклеила шкафчик скажем так казачку вы посмотрите какая красота получилась друзья мои вы можете себе представить такую красоту вы знаете я даже как сказать удивлена что ли что получилось так красиво и так светло сейчас в моей комнате даже себе представляете вот одна лампа горит у меня сейчас ночь 12 часов ночи все спят вот а я вот тружусь как говорится только посмотрите что получилось у меня вот я сейчас сюда поставлю что у меня тут осталось и еще это друзья не все потому что я хочу покрасить вот эти планочки которые тут имеются да и еще у я хочу сделать декорацию на стекле значит планочки я буду красить краской значит я скажу название но здесь сейчас другая краска я наливаю вот такой красочкой эмалью только здесь не перламутровая друзья а другого цвета красного медная скажем так медного цвета она вот я сейчас покрашу вот эти планочки потому что как видите они облезли ну попробую по крайней мере получится нет не знаю ну вот попробую но сначала я сейчас все установлю потому что чтоб мне не мешало и вот эти тоже покрашу потому что ну хочется чтобы она оттеняла все таки ну вот как покрашу я вам покажу что у меня получится а потом еще сделаю декорацию на стекле вот это вот красить я не буду потому что она пластмассовая она быстро вдерется вот это деревянная поэтому попробую покрасить но не знаю что получится ну покрашу вам покажу друзья мои я перекрасила все планочки какие были и даже пришлось на окошках потому что цвет получился совсем не такой какой я ожидала поэтому пришлось перекрасить все одинаковый цвет иначе ну сами понимаете вида нету вот но это еще не все сейчас уже поздно я бросаю пока работу завтра я это делаю что начала я хочу сделать еще орнамент на стекле но сегодня уже поздно уже второй час ночи поэтому я свою работу на сегодня заканчиваю я вот посуду убрала какая у меня тут оставалась как видите вот видите как теперь светло вот сейчас тут еще уберу друзья вот только посмотрите как теперь стал шкафчик вообще как новый единственное что конечно с этой стороны надо бы его покрасить ну я думаю может быть и не стоит этого делать на полу вот тоже на чем он там стоит эти я не перекрашивала думаю смысла нету их все равно не видно все это заставится возле этого шкафчик друзья вот такой на сегодня получился краска еще будет сохнуть она немножко посветлеет конечно значит это акриловая краска перламутровая ну вот цвет пришлось делать добавлять черного иначе цвет получался слишком светлый совсем но мне хотелось немножко потемнее я добавляла черной краски вот получилось вот такое ну ладно на сегодня друзья все еще нужно будет вот прикрутить мне четыре ручки но надо сверлить заново потому что ручки стояли совершенно другие тут было два отверстия не надо теперь делать посередине отверстия ну и конечно же на этих на ящичках тоже самое вот так друзья сегодня пока все друзья мои и снова здравствуйте день следующий который я буду посвящать своему шкафу друзья мои вот еще я сделала на стекле вот такой орнамент хочу сказать что получилось немножко не так как я думала что получилось но по-другому ничего не вышло потому что купила я контур специальный для того чтобы делать такие цветы но контур оказался не такой как раньше жидкий как краска и поэтому получилось вот немножко как бы растекшиеся ну вы знаете я хочу сказать она даже как бы и неплохо такое ощущение как будто отражение чего-то вот таким образом я уже нанесла я вам покажу как я это делала вот такой трафарет как видите да этот трафарет я вводила контуром делать это надо тщательно друзья что я делал вот такой контур вот с такой насадочкой заполняем все вот эти отверстия какие тут есть контуром вот таким образом каждое отверстия каждое отверстие заполняется и надо чтоб она немножко как бы высохла потом трафарет убирается остается рисунок ну и так дальше друзья все заполняется вот этот я заполняла золотым цветом а это серебряным и вот у меня получился вот такой вот рисунок как видите вот такой орнамент я хотела еще сделать какой-нибудь но считаю что это не нужно потому что будет сильно уже чересчур наляписто может быть я просто поклею буду клеить какие-нибудь там картинки новогодние и так далее а вот это вот будет как бы уже на стекле постоянно вот такой вот рисунок ну вот друзья я продолжу украшать и потом вам покажу что уже полностью получилось так друзья трафарет я заполнила полностью как только чуть-чуть он подсохнет я его уберу и будет вот таким вот рисунок ну вот мои дорогие друзья еще одна аппликация скажем так я даже не знаю как правильно ее назвать готова я постаралась чтобы они были на одном уровне это вот и вот это и теперь мой шкаф абсолютно новый вы посмотрите какая красота друзья мои вот вот таким образом у меня нет шуруповерта он нужен дочки ну на этой неделе это будет сделано и все ручки будут на месте так что еще будет одна ручка вот здесь я постараюсь нет наверное вот тут все ж таки а может быть на одном уровне еще не решила наверное все ж таки где то вот здесь будет ручкой и на выдвижных ящичках ну вот так вот мои друзья на этом мои дорогие я видео свое заканчиваю если вам мое видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите на следующее видео в следующем видео я покажу как я буду украшать кухню я тоже хочу еще немножко дополнить свои шкафчики кухонные вот немножко переделать их поэтому заходите на мой канал я буду очень рада а на этом мои дорогие до свидания всего вам доброго удачи на даче новых творческих успехов а главное здоровья с вами была Валентина канал сад и огород на морозах до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...